библейский портал экзегет.ру представляет здравствуйте меня зовут дмитрий горяч добыкин мы с вами на библейском портале экзегет и мы с вами продолжаем читать книгу иудифи книгу неканоническую сегодня вторая глава и напоминаю что в этой в этой главе и в этой книге действуют персонажи одни из них известны в истории другие неизвестны но то что здесь описано как бы не совпадает с тем что было почему потому что на самом деле эта книга имеет в своей основе исторические события но она их зашифровывает зашифровывает называет другие имена другие города другие годы и соответственно для читателя важно расшифровать эти события и так читаем по абзацам 18 году в 22 день первого месяца последовал в доме новых доносора царя сирийского повеления совершить как он сказал от общения всей земли созав всех служителей всех сановников своих он открыл тайну свое знамерение и своими устами определил всякое зло этой земле и они решили погубить всех кто не повиновался слову уст его ну давайте здесь разбираться 18 год если мы берем на уходоносор 18 год на уходоносор это 587 год это год когда на уходоносор начал воевать иудеи ну и конце концов захватил иерусалим и его разрушил то есть проигрыш но если мы будем дальше книгу читать то мы увидим что евреи выграют они победят ну и как бы вот здесь такая такая игра или такой намек вот вот этот 18 год год поражения но мы вам расскажем о победе и если согласиться с тем что эта книга вот так книга зашифровывает зашифровывает правдивую историю то понятно что говорится о других временах они о 587 годе ну и соответственно уходоносор царя сирийский другая личность я уже говорил еще раз повторюсь что скорее всего это царь которого звали антиох 4 епифан и он был царем сирийским значит когда это происходит 22 второй день первого месяца скорее всего это месяц nissan хотя хотя тоже под вопросом какой подсчет на что существовало два подсчета по календарю в календаре значит и он собирает своих придворных и решает уничтожить всех тех кто когда-то не явился на его зов что там произошло новоходоносор воевал с неким царем арфаксадом и и новоходоносор собирался союзников но часть пришло к нему часть отвергла его предложение и более того его послов выгнали с бесчестьем и вот после того как окончилось празднование на франция решает устроить истребление за вот это бесчестье хорошо по окончании своего совещания новоходоносор царя сирийский призвал главного вождя войска своего алаферна который был вторым по нему и сказал ему так говорит великий царь господин всей земли вот ты пойдешь от лица моего и возьмешь с собой мужей уверены свои силе пеших сто двадцать тысяч множество коней с двенадцать тысяч усадников и выйдешь против всей земли на западе за то что они не повиновали слусть моих и объявишь им чтобы они приготовляли землю воду потому что я с гнем выйду на них покрою все лицо земли их ногами войскому и придам их на расхищение дал долой потоки наполнится их ранен мереки закружены трупами переполнится и а пленных а пленных и их россию по конца всей земли ты же отправившись завладеть для меня всем пределами которые сам сами сдадутся тебе чем ты сохранишь до дня обличения их они покорно да не пощадит глаз твой придавая их смерти разграблению по всей земле твой ибо и жив я и крепко царственному что сказал ты сделал рукой мое не приступи же ни к чему ни к чему слов господин этого но не пристанно исполни как я приказал тебе и немедли исполнение ну давайте здесь разбираться значит царь вызывает своего начальника главного вождя войска своего которого зовут аллаферн вот кто этот аллаферн при навуходоносоре такого человека не было значит если навуходоносор это антиох то скорее всего но это тоже предположение аллаферн это никонор был там такой человек который воевал против евреев но это предположение книги маковеев гибель никонора описывают не так как книга иудив и поэтому ну мы только предполагаем к сожалению не все в библии может поддаться нашему толкованию иногда библия так и остается загадкой вот хорошо и так что приказывает царь он себя называет великим царем хотя великий царь это господь о и господь есть господин всей земли которую он дарует тому кому он пожелает вот но здесь царь представляет себя таким таким богом этой земли царем господином вот если мы посмотрим на историю антиоха епифана туда такое было он себя провозглашал богоявленным хорошо и так что 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 приказывает на выходной сара аллаферну иди завоевывай не щади никого вот более того ты должен приходить и чтобы они были готовы тебе дать землю и воду это было такое выражение которое означало полную покорность и готовность кормить войско значит иди завоевывай уничтожай тех кто будет воевать тех кто останется после этого истребления ты куда-нибудь пересели они будут переселены значит начиная со сирийской державы потом вавилонская было такое наказание когда какие-то бунтующие народы брали разъединяли на несколько частей и размещали в разных частях империи для чего для того чтобы вот этот пыл восстаний он ушел на другое чтобы они пока поселятся пока успокоятся пока договорятся с соседями все это закончится тем что они уже бунтовать не смогут причем царь сразу говорит что этот поход должен быть для устрашения долы то есть долины и потоки наполнятся ранеными реки запружены трубы им их переполнится он говорит с такой уверенностью что так и произойдет то есть ты точно победишь ну вообще-то если господь будет кого-то защищать никакая человеческая армия не победит его но в общем в любом случае он обещает что эти народы будут истреблены он это приказывает алаферну и говорит следующее что сначала пойдешь ты а потом пойду я и уж тогда и уж проведу полное полное починение этих земель хорошо идемте дальше аферн выйдя от лица господина пригласил к себе всех сановников полководцев начальников войска сирийска отчитал для сражения отборных мужей как повел ему господин его 120 тысяч и конус трюков 12000 и привел в такой порядок как им строится войск идущий на сражение он взял весьма много верблюдов а слов и мулов для обоза а и слов и коз для продовольствия их без числа и много пищи всем и очень много золота и серебра царского дома и выступил поход совсем войскам своим чтобы предварить царя на входа носора и покрыть всю землю на западе колесницами конницу и отборной пехоты и с ним вышли союзники в таком множестве как саранча и как песок земной потому что от множества их не было еще то их возможно такие армии да возможно и и по количеству пеших и по количеству воинов что интересно что вот эти сто двадцать тысяч пеших и сто и два и двенадцать тысяч в конных это только вот как говорится боевая часть и посчитанная че да плюс еще шли всякие погонщики там таловые части еще к этому присоединились союзники на ухода носора получается что огромная армия идет и в дальнейшем вот станет интересно огромная армию вот эту огромную толпу народа победит всего одна женщина понятно что она не истребится этих сто двадцать пеших двенадцать конных и множество других людей она убьет только одного человека но тем самым она победит всех и вот одна маленькая слабая женщина победит огромное войско сила божия которая действовала через иудеев совершается в немощи хорошо пройдя путь трех дней от не вид до передней стороны равнины век векте лев они проводили д векте лево близ горы лежащих по левой стороной верхней килики оттуда взяв все войскоство пещерых иконах колесницы свои они отправились на горную страну разбив фудян и лудян и разграбив все сынов расиса и сынов исмаила живущий в пустыне на юге земле хелионской потом переправились через ефрат он прошел месопотамию разрушил все высокие города при потоках аврони от входа в море занял пределы килики он избил всех противоставших ему и пройдет пределы и афета лежащих югу на передней стороне аравии обошли кругом все снов мадиама выжиг жилища их разграбил стада их потом спустились на родину дамаска во время жатой пшеницы выжиг синивых отдал на истребление стада овец слоу разграбил города и города их опустошил их поля избил всех юношей их и стрем меча здесь давайте попробуем разобраться значит часть мест которые здесь названы они вообще неизвестны другие поддаются определению и здесь можно попробовать посчитать значит если выйти из нее и идти до килики то это расстояние невозможно пройти за три дня там она огромное расстояние им бы пришлось делать много десятков километров в день что навряд ли вот поэтому либо либо этот алаферн выходит из другого места либо вот это описание она просто перечисляет народы и территории которые действительно были завоеваны но это завоевание шло не из не из ассирии а из других мест здесь можно понять где это происходит если вы откроете карту и посмотрите то понятно что эти территории находятся недалеко от израиля но скорее эта территория с нынешней сирии территория саудовской аравии вот эти территории вот и что интересно ну алаферн бы мог бы идти дальше но вот он как бы идет так по такому кругу понятно почему он это делает потому что ему нужно наказать всех тех кто не принял царя и он это и делает он действительно уничтожает города он уничтожает поля истребляет животных и истребляет людей ну и последнее предложение второй главы читаем и страх и ужас напал на жители приморской страны обитающих седони и тири на жителей сура и акины на все жители и мне она и всех обитателей азота с колона сильно испугались его значит давайте здесь разберемся что здесь за места они названы приморской страной и там действительно так и есть это города которые находятся на побережье средиземного моря они здесь известны седон и тир это наверняка вы слышали их азот и аскалон это тоже города которые находятся на возле средиземного моря и вот эта территория это еще не территория израиля сейчас это конечно израиль но тогда это была другая территория другая страна это финикийцы это филистимляне но они тоже не приняли власть на уходоносора поэтому они боятся хорошо мы с вами прочитали вторую главу во второй главе рассказывается как на выходоносор отправляет своего военачальника алаферна в поход для покорения наказания тех кто не принял его власть кто не пришел по его зову и алаферн начинает этот поход и этот поход у него успешен все что ему приказал делать царь он исполняет спасибо за внимание меня зовут дмитрий бьёджи табыкин мы с вами были на близком портале экзегет до новых встреч всего доброго спасибо за внимание